Ифтар – время вечернего намаза перед разговением. Во время уразы стал неким трендом в сети. В Инстаграме пользователи всё чаще стали выкладывать фото под хэштегом «Ифтартайм» на снимках пышной Дастарханы демонстрация обилия блюд. Соблюдать пост во время священного месяца в интернете как будто превратили в своеобразную моду. Ситуация иногда доходит до абсурда. Ужин после заката солнца, во время священного поста или по-казахски «Аузашар» некоторые люди пытаются превратить в большое праздничное торжество. Такое поведение имамы называют «счиславием». Ораза – это является поклонением. Точно так же, как и намаз является поклонением Богу. Ораза является поклонением. Закат, хадж – это всё является поклонением. И тем более, ораза является таким, можно сказать, сакральным. Это то, что каждый человек – это процесс, который идёт между человеком и Богом. И никакого постороннего здесь не должно быть. И самое главное условие в этом виде поклонения – это то, что мы делаем неед, намерение. И когда мы делаем намерение, мы всегда произносим «Хали саллиля и тааля», то есть «искренне ради Аллаха». Поэтому все наши деяния, которые мы, тот же самый пост, если мы его держим, мы должны его, конечно, держать только ради Аллаха. И по шариату нежелательно вообще, обычно не рассказывают о том, что люди постятся. Единственный случай, когда можно говорить, что человек постится, если, не дай Бог, кто-то там оскорбил, или кто-то хочет подраться или поругаться, то человек может в этом случае сказать, что я пащусь, извини меня, я не хочу никаких проблем у в этом случае. А в других случаях обычно об этом не говорят, что человек постится, то есть на показы это не делается. А если же человек, конечно, пытается показать, похвалиться или похвастаться, то это получается уже рия, а рия – это показуха, за что, конечно, человек может лишиться своего салаба. Ежегодно публикации с тематическими хэштегами во время урозы в социальных сетях становится больше. В Шимкенте даже ресторанный бизнес подстроился под популярный спрос на проведение ифтара. Рестораны и кафе на перегонки предлагают заманчивые условия для клиентов – лёгкие салаты, финики и бесплатную воду как бонус к ужину. В некоторых заведениях для посетителей каждую неделю составляют новое меню. У нас ифтар получается недельный, то есть каждый день разное предложение для гостей, то есть обходится где-то 3000 тенге с человеком. То есть включаются салаты, первое, второе, сладости, то есть напитки и угощения разные. Вместе с проведением Ауза Шара в моду вошло и слово «халяль». Если раньше под этой маркой продавали только еду, то теперь стали выпускать даже халяль-косметику. На сегодняшний день на полках магазина можно встретить не только халяльные продукты питания, но и косметические средства. Например, здесь я вижу халяль-гель для душа, шампунь и даже крем. Насколько это правильно, спросим у экспертов. Халяль мы называем всё, что разрешено и допустимо в исламе. То есть, если мы говорим про продукты питания, то там не использовались вредные добавки, как консерванты и ГМО. Наша задача, как экспертов, провести исследование продуктов и выдать своё заключение на основе анализов, которые делают в специальных лабораториях. Сейчас мы выдаём сертификаты на продукты питания, косметику и местам общественного питания. Процедура получения стандарта халяль в Казахстане занимает до 10-15 дней. За сертификат придётся выложить около 50 тысяч тенге. Сегодня в Шымкенте 19 заведений общественного питания работают по халяльным стандартам. Жанья Алимжан, Давран Абдеев, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.